Стримлю вроде бы здесь, если пропаду ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Friend Forever Offline. Так, у него тоже какая-то своя прокачка, да? Beat Bolt. Стреляй под правильный тайминг для того, чтобы критовать. Heavy Blade. Знакомый какой-то спрайт. Медленное, но сильное оружие. Последняя атака наносит крит и станет. Ммм, повторяет 105% нанесенного урона после 0,7 секунд. Каждый новый урон ресетит этот эффект. Короче, эхо как будто полезно для медленных пушек. Ой, я еще могу взять то, что открылось, да? Жизнь, анимация красивая. Я слышал то, что ты подчинил голема. Я горжусь тобой рекрут. Или нужно сказать Гранд. Я не знаю, как Гранд переводится. Я уверен, что используя друга навсегда, у нас все будет круто на арке. И теперь, так как ты один из злиперов, я даю тебе эту спасательную рыбу. Она позволит тебе спасать выживших в вихре во время экспедиции. Запомни, чем больше жертв мы спасем, тем лучше будет развиваться арк. Удачи, чувачок. Возвращаешься, если найдешь что-то интересное. Райвенблейд. Какая-нибудь долгая комба. Притом на свапе у него плюс 7 сторон, а здесь 120. Упиши найфа всего лишь плюс 30 урона на свапе, да? Не так давно в лиге был режим, который был похож на SoulStone Survivors. Сделали еще и рогалик. Ты бы попробовал? Ну, попробовал бы, конечно, но режим был говном. Давайте попробуем новую пушку, хотя мне ее моксет не особо нравится. Кажется, все выглядит так, будто бы быстрые ганы, которые позволяют тебе быстро свапать пушки, они будут сильнее. Просто потому, что можешь постоянно во фреймах неуязвимости сидеть. Повезло, повезло. Че, куда бежать? А, вниз. Надо было ножик оставлять рыбацкой и не выебываться. Сейчас глупили очень жестко. Я ни разу не смог активировать спешл, просто потому, что он слишком быстро бьет. Что такое эхо? А, эхо это это? О, прикольно. Хаммер эхо. Оно тоже ячейку забирает, да? Есть энергия. Ну, что со звуками? Могу один же это слышать. Ну, видимо, можешь. Поставь низкую задержку. Приятной тянками. Хе, тянками. О, нет, у меня что, выключен алерт? Ноу. Теперь все как надо официально. Здорово, Тян. Спасибо большое за рейд. Бил первого босса, а нет? Нет, тоже второй раздох. Я что-то жестко заслакал на нем, честно говоря. Я впитал все, что можно было. Здорово, здорово, ребят. Спасибо за рейд. Что, брутальки взять? Тоже еще и банку потратил на рандоме из-за говно управления, которое хреново меняется в настройках. Как у тебя, по первым впечатлениям, игруха? Бенгер на честь трека начала громко играть, чтобы перебивать меня. Теперь мы кайфово в целом. Похоже на Dead Cells, совмещенный с Хейдесом. Меня, короче, пока что смущает, это вот эти свап-атаки. Каким-то пушкам прям надо очень много ударов для того, чтобы активировать. Есть ощущение, будет словно перевес в быстрое оружие. Потому что во время этого комбо ты бессмертный. Свап-атаки просто некогда делать, типа на боссах анрил. Но вот я брал в прошлом забеге самый стандартный рыбацкий клинок. У него всего лишь три атаки нужно сделать, по-моему, и ты свап-атаку делаешь. Она еще и была у меня долгая, поэтому я в фреймах неуязвимости просто купался. И вот пока что медленные пушки мне вообще не нравятся. Я взял какой-то клинок, он вроде красивый, прикольный, у него пять ударов надо, по-моему. Блин, такое маленькое окошко, чтобы на ЛТ добить. Вдруг будет те самые челы, что через живучесть за удар по ебалу хилиться больше, чем получают урон? Наверняка будет. Учитывая, что здесь биллы строения практически один в один, как и в Детселсе. Причем я еще и скорость атаки пробовал качать, и не особо как-то заметно, чтобы она импактировала сильно. Кого у этих разрубов получилось сделать Детселс? Лучше сделать Детселс, чем у разрубов, которые делали Детселс по принципу персии под Юбисофтом. Оно там вообще хоть как-то обновляется. Потому что из-за того, что я видел, мне он на самом деле приглянулся. Там первый босс довольно прикольный был в этом, в принципе, Детселс. Но я слышал о нем только негативное. Там еще и как будто ноль контента. Моя главная претензия — автоебучая наводка и отсутствие выбора направления атаки мышкой. А ты играешь это, сплавы? Не, я с геймпадика. Тут еще и советуют с геймпада играть. Ты вроде вообще не любишь, да, геймпады? Не, поддержку игры прекратили, недовольны продажами, реально? Добро пожаловать в чудесный мир раннего доступа. Лицо людей, которые купили это, представили? Сейчас в каждой первой игре советуются геймпады. Не удивлюсь, если в карточных рогалях начнут геймпады световать. Я, по-моему, как-то раз в Лазиспайр с геймпада играл. Просто по приколу. Или я только думал об этом. Я так и не помню, сыграл я или нет. Так, мне не нравятся мои пушки, сейчас, если честно. Вторая прикольная для свапа и урона много, но я просто не могу активировать свап. Как будто можно просто обычными атаками на игрек бить. Подожди, а ты случайно не путаешь с принцем Персии, который метроид Вания был? По-моему, там расформировали чуваков, которые создавали его, не? Я просто недавно читал статью об этом. Ну как статью, заголовок. Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, если я буду просто драться этим мечом, то будет гораздо эффективнее. Настолько медленно, что у меня успевает прокать вот это эхо. А с его базовым большим уроном, 105%, это очень жестко. Как будто все еще не закрыли, реально перепутал. Что за тренд у разработчиков по измерению в игру добавлять? В плане. Глянул в стиме, у них патч был два дня назад. Наверное, чувак перепутал с метроид Вани. Там просто говорили о том, что вот они остались неудовлетворены, Юбисофт. Потому что типа это... Мало кэша принесла метроид Вани. Я буквально неделю назад играл в Рок, там все нормально. Ну и слава богу, пускай разрабатывают. Эхо станет противника на одну секунду. Эхо также дамаж противников на 50%. Дэши активируют фокус. Плюс 60% на один хит. Очень сильно. Лучше, чем бруталити как будто. Хотя бруталити дает просто баф. Но мне не нравится то, что бруталити иконку добавляет на самом деле. Перекрывает эффект. Можно попробовать стан взять. Покукать. С вот этой медленной пушкой. Специально не качать скорость атаки. И перед винблоуном в обезьянке имбу какую-то поломанную собрал на кошке. Че было? Харт прошел прям с первого трая. Офигайся, красавчик. Блин, обезьяна бэнгер. Я надеюсь, игрушечка получит какой-то медиа охват. Она еще от соло разработчика. Гигаскорость атаки, 3 кхп, 1% прохила скритов. 40% шанса, 50% шанс доджи. Нормально. У меня, кстати, отхил скритов тоже был. У меня был отхил скритов. И отхил скритов, которые от твоего максимального запаса здоровья работают. Тоже жесткая тема. А вот додж я пока еще нормально не собирал. Хочется что-нибудь на магии попробовать собрать. И открыть этого волшебника. И че, открылась новая сложность в итоге? Или все-таки только одна есть? Есть треть еще? Кайфик, кайфик. Блин, не знаю, просто реально в обещанке такой приятный ранний доступ. То, что она вроде early access, но при этом она полностью проходится. Есть какой-то финальный босс. А не просто там 2 биома и конец. Возьму хилку. Ну, почапали. Так. Так. Играет музыка. Блин, все равно довольно долгая задержка, секунды аж. Секунду же, да? Не, 0.7. Был бы 0.5 хотя бы. Походу перед третьей атакой там 0.7 должно проходить. Как игра? Ничего так. Ничего так пока. Надо побольше поиграть. Опа. Накладит один курс. Плюс 4% каждый. Давайте возьмем это. Вот так. И вот так. Сейчас мы будем кайфовать. И вот эта супер атака будет, по идее, прокать наш эхо. Но как будто эхо надо менять. В игре не добавляли новые этажи. Также три просто кажется, что довольно маловато. Нет, не добавляли. Но я не знаю, насчет маловато. Там рано и так минут 50-60 длятся. Можно, наверное, конечно, быстрее играть. Но когда там высокие возвышения начинаются, надо уже не торопиться. Какая-то жижа. Гу-бомб. Накладут один курс. Я все равно ничего не отдавать возьмем. Жижа. Альтернативные можно? Альтернативные, да, было бы прикольно. Тут согласен. На маленьких роботов-пылесосов отвлекся. Думал, это мабы тоже. Ну все, хорош стрелять. Нарезка ли запись по библиоте есть где? Только на твиче пока. Пока что только на твиче. Да, е-мое. Как я тебя ненавижу, ублюдок. Элден ринг, босс. ДВК только в демке хуёв насосался. В обезьяне демка есть? Доступная. Опа. 60% урона против таргетов в жиже. Давайте брать. Очевидно. Разливаем жижу, кидаем бомбу. Подглядывая на это всё, есть одна мысль. Как же хотелось, чтобы за боёвку этой игры взялись челы, которые Curse of the Dead God сделали. Чисто ничего, геймплей на кайфове в изометрическом рогалике не трогал. А я бы не хотел. Меня Curse of the Dead God пипец как выматывал. Там один забег играешь на фулл-драйхарде, и потом уже сил играть просто нет. Типа базар, она крутая, глубокая, но она очень, очень тяжёлая такая. И выматывающая. Поэтому должны быть и более простенькие игры. Чуваки палят чубзика. What the fuck? Блин, я всё хп потерял. Но он, наверное, бессмертный был, да? После Raven's Watch я считаю, что вот эта механика по обилкам с кдшками очень хороша. По сути, как в батлрайт играешь. Raven's Watch, да. Raven's Watch реально похож на батлрайт. Пве-шный. Вот эта возьмём. Фью, спасибо. Ещё бы чуть-чуть. И подавали бы горячие лягушачьи лапки. Лягушка теряет сознание. Используй спасательную рыбу для того, чтобы вернуть её обратно в арк. Ам-ням. Курса вообще не запомнился по хорошему геймплею. Чё-то прошёл по разу забыл. Ну и были там разные механы у разных пушек. Запомнил молотый обычный меч с пастолетом ХЗ. Там в курсе очень жёсткий дрочит стамину был. С тем, как ты её менеджишь. Я в неё только в самом раннем доступе играл. Тогда было прикольно, но я просто уставал от неё. Спасибо, Лейтер Сол, за ресайбиус на полгода. Как вам игрушка рекомендуете поиграть? Привет, Марио Ди Амато. По первым впечатлениям, не чёток. По первым впечатлениям, не чёток. Но я пока что не готов однозначно какой-то вывод делать. Там вообще игруха, кстати, под нормальными скидками, походу. Сейчас уже. Я купил её за 1100, но, по-моему, там её уже за 770 можно взять. В принципе, в современных реалиях это даже не то, чтобы супер дорого. Пару часиков можно поиграть, если чё, рефангнуть. Но я думаю, по первой паре часов она понравится большинству. Жесть, аж провисло как будто. Так боюсь этого чела, это просто ужас. Бля. Тут паузы нету. Там чел уёбок через автомод пытается прорваться. Всё забанил. Шизо. Вы видели, чё он отправил. Со слишком яркой и мультяшной имхой. Ну, дизайн это всегда вкусовщина какая-то. Скорее даже не дизайн, а стиль, наверное, да? Киллы откатывают ринкеты на 5 секунд. Это, кстати, жёстко. Гу наносит 40 ДПС. А давай. Надеюсь, меня захилят где-нибудь. Блин, нифига себе там курса, конечно, активно стакается от жжи этой. Я просто банку кидаю, могут сами умирают. Я не хочу хилиться. Фласку нет. Я надеюсь, что появится какой-нибудь фонтан, который меня захилит. Я хочу засоветить фласку попробовать. Проход был вроде в дырке в стене. Не увидел. Мы видали, я просто две кнопки нажал, ему почти сдох. То есть он сдох, как бы, и так. Как же у меня эта рука калит. Окей. Едем. Вот что это такое? Паузы винт. Ну давай нажму. Окей, это дополнительная секретная локация, да? Можно пропить тогда одну. Шестеренки покупаем? Давай. Давай. Хэвиблейд третьего левела. 240% на свапе. 60% урона против слизневых мобов. Я в деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, е-мое. Че, захелиться, не? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откат долгий, конечно, на жижи. Чем на этот стрим у меня подвисает. Это у всех. Че-то, походу, опять сервер неудачный выбрал какой-то. Треза подряд те же мобы. Ну, контента пока мало. Файнал керс дурейшн плюс 100%. Бэкстебы наносят плюс 100 урона по слизневым мобам. Мы, кстати, в этот раз без бустока играем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мне сейчас сзади не было больше. Вроде нет. Ну, ладно. Но если сыграть хорошо, то пройти вообще спокойно можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля. Бля. Сыграл хорошо. Ха-ха-ха. А-ха-ха-ха. Я еще посмотрел, короче, на свое ХП. И думаю, о, фига себе, здесь ралли эффект как ДЦЛ. Сейчас попробую захилиться. А, тут здесь ваншот протект. На фабрике! На ней нет ни царапины, но да, хипа... Я не понимаю, что они говорят. Ух, где это я? А, это не лягушечку обсуждают, наверное. Один из моих чубзиков вернул тебя обратно на наш остров. Ты больше не находишься в опасности. Ну, так и че, кто-то такой. Что ты здесь делаешь? Я... Я сигарни. Сигарни. Я изучаю вихрь. Но похоже то, что работа в поле не особо подходит мне. Согласна. Эта фабрика не очень хорошее место для того, чтобы исследовать вихрь. Что ж, надо подумать снова. Я исследовал этот феномен некоторое время. И впервые я добрался настолько далеко к центру. Но... Погоди. Че, здесь типа нет ветра? Похоже то, что этот остров все еще не сцепил вихрь? Это просто нереально. Значит, что это последний остров, который находится вне вихря. Мне нужно изучить это место. Погоду. Вихрь. Это все фантастически. Не, погоди. Это очень серьезно. Потому что, возможно, скоро этот остров будет поглощен. Я исследовал этот феномен множество раз. Сперва твой остров начнет что-то там сжимать. Не знаю, я не знаю. Я не знаю, я ничего не понимаю. А потом это станет еще интенсивнее. Все будет становиться более сильным. Пока весь остров не всосет. А потом вы попадете в великую орбитальную спираль вихря. Но это только начало наших проблем. Есть вероятность врезаться в другие островки. А даже если это не произойдет, ваш остров начнет разваливаться. Он распадется на множество маленьких частей. Хуже. Стражи из других прилегающих островов начнут врываться и терроризировать вас. А если вы вдруг не умрете, то все закончится в центре вихря. Я, кстати, не знаю, что там происходит. Ммм. Проблемка. А ты уверен насчет этого? Сто пудов. Ммм, очень хорошо. Ты можешь здесь остаться. Мы поможем тебе с твоими исследованиями. Спасибо. А, я уверен, что присоединившись к силам, мы сможем найти способ хуйня. А, вихрь засасывает все по прямой линии. Что? Хватит болтать. Все вернулись по своим позициям. Сигорни, следуй за мной. Я покажу, где ты можешь расположиться. Булшит. Че, может быть, скинчик поменяешь? Бля, мне нравится мой этот. Ёжик Соник. Backstep damage. Получи тринкет в начале экспедиции. Превращай шестеренки на земле в шелсы. Не хочу шестеренки превращать. Тринкет в начале звучит хорошо. Короче, я знаю, плюс-минус, наверное, с каким сетом я могу пройти. С вот этим вот клинком и с даггерами, я думаю, я себя комфортно чувствую. Ну, давай возьмем вот этого чубзика. Если целся. За водопадом реально есть проходик, но за ним ничего нет. А, подожди. Вау. Секреток пока не завезли. Power refill. Оружие восстановит твои тринкеты в зависимости от нанесенного урона. Блин, прикольно. Тоже прикольно. Тринкеты? Тринкеты вообще очень жесткие. Может быть, через тринкеты сыграть? Мне понравилось, как моя жижа плюс бомба ваншотала все. Кто-то хочет со мной побазарить здесь. Ягушка. Арк находится... Арк под угрозой исчезновения, если мы ничего не сделаем. Ты должен помочь мне выяснить загадочность этого вихря. Мне нужно понимать его происхождение, его механизмы. Я не могу достичь центра, но рассчитываю на тебя. Как говорится, знание — это сила. Докладывай мне о всех странных феноменах, которые ты увидишь во время своей экспедиции. Мы точно найдем способ спасти себя. Ну, прикольная такая завязочка. В принципе, забавная. Какой-то вихрь в центре. Гарно. Так, погнали. Я готов рвать и метать. Блейдсторм. Блейдсторм. Блин, критовать не так уж и просто, на самом деле. А я вот не совсем понимаю. Вот на оружии написано swap damage плюс 30%. Это значит то, что пушка при свапе наносит. Когда ее, короче, берут, она, блядь, как объяснить? Короче, когда эта пушка является свапающей пушкой, она наносит плюс 30% урона. Или этот множитель вот накладывается на арбалет? Потому что у моего тяжелого меча был очень большой множитель на свапе. На свапе? Наверное, все равно непонятно объяснил. Я уже и сам не понял, что хотел объяснить. Вообще, как будто... Как будто арбалет супер имба, наверное, для изучения игры. Можно попробовать через арбалет и всякие метательные штуки. Блин, что-то арбалет какой-то супер сильный. Раз, снова. Стоишь за километр, накидываешь. Доджить ничего не надо. Ну так, если желание тут появится. и комбо над головой число появляется вместе с иконкой свапа. Это понятно, но... Свап... Свап-атака, она в итоге дамажит в зависимости от оружия, на которое ты свапаешь, или от вот этой цифры, которая на свапающем оружии находится. Катары. Блин, кстати, катары как будто прикольно подходят под арбалет, чтобы, да, накладывать блит со свапа. What? Я случайно врил. Ну, раз ты случайно влил, тогда вливаем до конца. Свап-атаки прям фулл-фрейм и не уязвимит. Походу, да. Я в первом забеге этого не выкупил, очень осторожно играл. Во втором забеге мне уже показалось, что как будто я реально неуязвимый, и чёрт написал, что так и есть, и потом я начал жёстко обузить их. Нет, не особо и понравилось, потому что на быстрых пушках ты, ну, просто спамишь, спамишь, спамишь и в бессмертии сидишь постоянно. Татары? Сундук снизу был? Ща гляну, не заметил. Ну, реально, спасибо. Сколько нужно атак? Для свапа. Три, да? Я думаю, при свапе наносится доп. урон, который указан на оружие, на которое я свапаешь. Но при этом цифры какие выскакивают. По-моему, 20% выскакивает. Это просто мог бы быть момент баланса, что быстрые пушки со слабым свап дэмэджем, поэтому долгие пушки с большими, наоборот, процентами, они, ну, более эффективны по урону. Подожди, а в чем ритм игра? Тут в тайминге стрелять не надо. Надо просто ждать, пока кружечек сам сойдется. То есть, не обязательно прям по какому-то таймингу стрелять. там окно гигантское просто. Что такое? Как я умудряюсь опиздюлиться при всем этом? Так, опять гу-бомба. Сейчас постараюсь усмотреть на проценты какие-то вообще высвечиваются, а то я что-то опять не обратил внимания. Написано плюс 20. В общем, я думаю, да, наносится именно вот оружие, с которого свапаешься. не успеваю я добивать их быстро. Бэкстебы наносят плюс 100 урона по гу-мобам. Дэш активирует фокус. По изолируем врагам плюс 60% урона. Ай. Там, может быть, надо было попробовать новый трингет с дэш бустом. Гу-бомба прям кайф. Угу, приятная очень, это правда. У арбалета пока не особо интуитивно, потому что у него нету, да, никакого мопсета. Надо именно атаки считать. Ну, либо привыкать. опять же, по идее, по идее, для катаров, точнее, катары под арбалет супер гуд, потому что у нас может быть свап дэмэдж маленький, но мы получаем блид. здесь нам и не нужны большие проценты урона. Хэви блейд. Вот у него тоже прикольная атака. Но я останусь с кровотечением, наверное. Плюс у катаров очень долгая анимация, поэтому фреймов много. Секретку пропустил? Увы. Ау. Надо было брать атаку после рывка бафнутую. Я прям часто дышусь. Приятно, что много всего со старта открывается. Как будто, блин, все на самом деле хорошее. Я думаю, даже это будет работать с арбалетом. Но возьму урон на гу. Мне в прошлый раз очень понравилось. Там, конечно, еще и курса была, но ничего. Чуть-чуть я не пожил, чтобы хилку не потерять. Хотя надо было не хилиться, просто на боссе. А бузит ваншот протек, наверное. Майбет. У нас денег много, может быть, сейчас купим в магазине запас хилки. Так и сделаем. Мету тоже купим. Блин, рыба меня каждый раз пугает. Краток очень слабо выглядит. Там, конечно, так наносят по одному урона где-то в одну секунду. Может, только с перками какими-то играет, начинает. А может быть, урон кровотока зависит тоже от вот этого свапа по урону. Можно быть, заменить тогда на что-нибудь другое. Это было тупо. А он вообще дамажит? Или он дамажит только тогда, когда ты его фул настакал? Финишер дамаж плюс 60. Когда рор 2 с модом на персов и с лолом. Модов на них просто куча, хоть и лист делай. Меня немножко тошнит от рора второго, на самом деле. Особенно, когда я сейчас сижу, монтирую этот видос огромный. На боссе я посадил чутка, увидел циферки 1-2 и тд в секунду в зависимости от количества стаков блида. Походу, блид реально не очень хорош. Что-то мой арбалет первого левела уже не дамажит. Тут всегда вот такие пометочки есть куда идти. Классно прыгнул. Ну да, сейчас вон вижу 2-3 урона. Ракслазер мега противный. На самом деле не особо. На милишнике он довольно легко рассыпается. У меня пушка сейчас слабая. Видимо, еще не особо хороший свап. Будто если я сейчас свапаться не буду, у меня будет больше урона. так, ну тут как раз новое оружие, можно попробовать взять. Ребер в новый моб. ау. Вот сейчас как будто реально в хейдес с этим звуком играю. ну ладно, захилимся. Charged blade. как-то визуальная составляющая игры. Приятно выглядит. Паспорт же атаковать големов на конвейере. Вроде да, вроде было такое. вот это атака очень хорошая на свапе. Что если взять катары и ревенблейд? у них финишер дэмэдж 60% прикольная атака ауешная. такой здоровый меч. приключение с арблитом закончилось но он что-то у меня низкоуровневый и не дамажит нифига поэтому это к лучшему. Меня тян зарейдил поэтому онлайн такой. ау не вот тут сумасшедшая свободная ака а 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 иначе очень долгая поэтому я очень долго бессмертный 3 филится 12 процентов быстрее давай я там как раз была штука мне надо нормальный второй тринкет найти вместо вихре этого желательно который еще и сочетается с слизи мне двести двадцать шесть монет а там походу магазин прям да ну он давай может хватит на баночку она уже 350 стоит можно яблочко купить тоже неплохо надпись появляется кстати когда тринкеты заряжены удобно а у него размер плюс сто процентов поэтому такой здоровый тут как будто еще окошко довольно большое на то чтобы заюзать свап атаку так спит плюс 40 но минус дэмэдж у меня вообще первого левела так что давай на первом забеге сто процентов на меч попалась понравился этот перевой но он прикольный единственное что него долго активируется свап атака и нас здесь тоже очень крутая свап атака на хэви плейде может попробовать это выглядит примерно невозможно в реализации но если все таки заюзать будет очень больно возможно секретка рыбок в трубу звона что сюда можно спуститься хочу за труба двести сорок двести пятьдесят 180 140 тут свап атака не такая хорошая у него вроде неплохо но это катара наверно возвращать надо как я его задел с такой рейнджи этот моб с пилами на самом деле забавный он так на панику чек это очень хорошо первый хит ловишь потом начинаешь машики он тебе дальше пилит все сдохли а я даже ничего и не делал хорошо получилось ультер атак сигнал что это такое а вообще типа если ты юзишь заряженную атаку то ты можешь заюзать свап прикольно блин вот бы такое на перевой меч ушли у перевого меча прикольная вот эта атака и ты без нее мог бы сразу свапнуться будет успешно всякий интересный тут есть раз как игрушка прикольная прикольная мне пока нравится заставлю хп подожду откат от ринкетов и умру снова наверно это ли а у них всегда прыгает после этого рыбка а Да, как это попало. Да, как это попало. Это неожиданно было. Короче, мне показалось, там какая-то тема есть такая, то что когда он вот эти столбы призывает, ты можешь немножко его побатить на этот столб, а потом выходить и дальше с ним драться. Потому что он уже его сам добивает, у тебя есть такое довольно большое окно, чтобы урон наносить. Там было написано Бэнгер Пульсар. Бэнгер. Хэтбэнгер Пульсор. Зажми А для того, чтобы че не дэш. Может быть деактивировано. Хайпер Лай Дрифтер. Использование тринкета активирует раш. Твой следующий дэш нанесет урон и застанет. Фигайся. Оружие тринкеты наносят плюс 40 урона, когда ты рядом с целью. Как тоже ячеечку новую дадут. Мне кажется, я иногда все равно забываю тринкеты прожимать. Продолжение следует... Че-то он так мало метавалюты в итоге. 126-теренок. По единичке всего остального. А, точнее, она же скидывается в рыбу. Тогда может быть и немало. Ред Виллэдж. Сир! Сидели боты, чилили в сауне, и тут приперся тидж. Это что такое? Мне это не нравится. Почему их два? Это типа элитка такая? То есть, оно двойное. Или просто такой моб. Круто, я потерял на нем все здоровье. Нормально, то есть я начал исследование этого острова с вон тех двух здоровяков, и тут какие-то малышочки. Так, спид плюс 40%, но минус 20% урона. При этом он четвертого левела. Вот, тут заметна скорость. Не, это хорошо будет. Только я сейчас сдохну. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Не успел нажать атаку комбинаторную вот эту. Ну я стартанул очень плачевно. Потерял и фласку, и фулл хп. Там уже без шанса было. О, жесть, прикольный. У травяков были терки вместо щитов. Хм, прикольно. Так, че у нас? 386 теренок. Ага. Фласку пока я не могу более крутую получить. Кристаллизация, это которое добивание будет рефилить твои тринкеты. Наверное, приятно. Превращает гир на земле в шелсе. Ирли аксесс, конечно. Как же иначе. Сейвит шелсе до сотки, когда умираешь, да? Да. Оп, всякие новые штуки открылись. Подожди, я могу что-то дешевое взять, чтобы открыть хелс фласку. Но мне уже, наверное, не хватит денег. Сломные вазы иногда содержат еду. Дополнительный лут, какие-то новые чуваки. Давайте еда с вас. Сколько там стоит хилка? 400. Можно их покопить. Редактор субтитров И.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова